Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Исекииля, обратимся сейчас к 31 главе. 31 глава начинается, ну, собственно, и продолжается, тоже вся она содержит, очень яркий, зримый образ того, что говорит Господь. В первом приближении об Ассирии, которой уже нет в этот момент. Во втором приближении о Египте, которому в сущности суждена та же участь, что и Ассирии. Ну, в общем, и другим народом, гордым, властным и сильным. Здесь, смотрите, в самом начале Господь говорит, Исекиилю, сын человеческий, скажи фараону и народу его, ты на кого ориентируешься, с кем ты равняешься, кому ты равняешь себя в величии твоем, потому что, да, конечно, фараон, да и народ. Его тоже вполне себе гордятся собственным величием, хвастаются, прославляют себя и таким образом добиваются, собственно говоря, выбросов дофамина, на самом деле, который действительно является одним из основных результатов вот этой греховной и позорной гордыни. Кому ты равняешь себя? Вот Ассирия, вот Ассур был кедр на Ливане. Ассирия была действительно грандиозным государством. Она была такой, я бы сказал, первой военно-фашистской диктатурой, достоверно и подробно зафиксированной в истории человечества. Ассирия сумела организовать весьма крупные войска и организовать эффективное управление завоеванными территориями одновременно. При этом Ассирия перемещала народы, депортировала одних и на их место приводила других. Эта держава действительно опиралась на очень мощную, крепкую, прочную, единоличную власть царя. Ну, впечатляющая держава, впечатляющая. Вот Ассур был кедр на Ливане, и Господь сравнивает такую мощную державу, как Ассирия, с гигантским кедром необыкновенной высоты, в которой на верхушке пучок сучьев толстых, крепких, и верхушка растет. И по сравнению со всеми деревами, питающимися водой, да, по сравнению со всеми деревами, в Саду Божьем этот кедр Ассирии оказывается самым впечатляющим. Высота его превысила все дерева полевые. Кедры в Саду Божьем не затемняли его, кипоисы не равнялись сучьям его, ни одно дерево в Саду Божьем не равнялось с ним красотою своей. Я украсил его множеством ветвей, так что все дерева едемские завидовали ему. Итак, кедр, образ этой самой Ассирии, оказывается, был богом украшен множеством ветвей, так что все дерева едемские Саду Божьем завидовали ему. Вот эта все превосходящая красота до какого-то момента оказывается делом рук божьих. Но, дальше говорит Господь, за то, что ты стал высок и выставил вершину, и сердце твое возгордилось величием, за это я отдал Ассирию в руки властителю народов, и тебя отдам. Это на самом деле слово-то обращено снова к фараону. Господь снова и снова, прямо главу за главой, говорит о том, что, во-первых, это он действует в истории, а, во-вторых, всякая гордыня, всякое хвостопство и высокомерие над другими народами будет покарано. Не пройдет бесследно, это не безобидные вещи, причем настолько не безобидные, что такая вот гордыня, гордыня своим могуществом, всегда будет любой народ вести к гибели. Вот здесь на примере Ассирии Египту говорится о том, что и Египет будет приведен к гибели, потому что Египет гордится своим величием. Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом, и чтобы не прилиплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти. Значит, таким образом получается, что снова возвращается Господь к тому, что Египет стал гордиться тем, что он как высокое дерево, небольшие дерева, в том числе, как Израиль, пытаются к нему прилепиться и найти в нем опору, и это заканчивается предательством со стороны Египта, за что, собственно, Бог его и будет карать. «И срубили его чужеземцы, за беззаконие его я отверг его. Какому из эдемских дерев ты равнялся в славе и величии, но наравне со всеми будешь низведен в преисподнюю». Вот это, собственно, фараон и все воинство его. Вот такую участь предстоит испытать фараону. Субтитры создавал DimaTorzok